Привет, это Агроменеджеры и хочешь я тебя удивлю? А сегодня аналитики никакой не будет и мы не будем обсуждать какой-то серьезный вопрос. Хотя серьезность вопроса на самом деле большая. Будет ли это повтор каких-то выпусков? Да, я про этой теме уже снимал немного достаточно и разговариваю. Даже про эту тему у меня было одно разоблачение. Сейчас спойлерить не буду, но оно достаточно было. И знаешь, что самое интересное? Я про эту тему буду говорить каждую весну и осень. А еще, что если даже ты сейчас собрался написать комментарий, что я повторяюсь. Ну, возможно, для YouTube я повторяюсь, но YouTube у нас замедляют. А вот подписка, лайк, дизлайк на все российские соцсети, на ручью беставину ракету. Привет, меня зовут Илья, канал Агроменеджеры во всех российских соцсетях. И сегодня мы говорим про протравители. И вот свой рассказ о протравителях, о наших протравителях производства компании Щелково Агрохим. Кстати, вот сейчас спросите, а что только про Щелковский? Ну, если кто первый раз здесь на канале, я сотрудник, а точнее возглавляю одну из региональных представителей Щелково Агрохим, а именно Липецкая, поэтому рассказываю на примере наших препаратов про важность и необходимость их применения и внесения. Тем более Щелково, это сейчас один из самых больших химических семенных конгломератов, которые есть. А чем только мы не занимаемся, у нас даже есть своя земля. Ну, я отвлекся. Надеюсь, не стоит всем объяснять, зачем нужны протравители. А вот важность препаративной формы, с чего я и хотел начать, это очень важно. Так вот, большинство протравителей, особенно фунгицидных компаний Щелково Агрохим, это наноформы, а именно микроэмульсионные формы. Кстати, а почему мы так за них печемся и говорим, что это прорыв, что это уникальнейшие разработки на российском рынке, и в том числе и нашей компании? Сейчас расскажу подробнее. И хоть господин Чубайс, точнее как он господин обыкновенный предатель, набил всем оскомину слово нано, от слова нано, я в этом выпуске все равно никуда не уйду, потому что наноразмерность частиц, это то, чем гордится Щелково, это то, что производим мы. Поэтому нанозащита это самая современная, своевременная с точки зрения науки и практики защита от разнообразных болезней, которые могут поражать семена. А их действительно очень большое количество. Количество внутри и поверхностной инфекции, которая может быть на семенах, она просто зашкаливает. Но нам сейчас очень интересует именно как раз внутрисеменные инфекции. Вот вы представляете, какой бы ни был крутой протравитель, который обволакивает, какой бы там ни был суперклей, или что там добавляют какие-то вяжущие вещества, еще павы, шмавы, это все снаружи вашего семени. А мы за счет наноразмерности частиц протравителя действующих веществ проникаем вовнутрь. Мы одни из единственных на рынке, которые борются с внутрисеменной инфекцией. Почему я говорю одни из единственных? Еще недавно мы говорили, мы единственные, кто нано... Ребята, а нам начали подорожать, и нас начали копировать, и в том числе по препаративной форме. То есть мы берем, точнее не мы, наши конкуренты берут другие ДВ, но пытаются сделать нано-препаративные формы, выдавая это за инновации. Ребята, щелк, этим занимается не один десяток лет. Поэтому вы со своими инновациями, ну, чуть-чуть опаздываете. Поэтому догоняйте, кстати, это не только российские компании, но и западные. Так что, вот если есть в чем гордиться за отечественную науку, за свое отечество, это в том числе нано-препаративные формы для средств защиты растений. Это действительно уникально, это наша заслуга, себя похвалил, аплодисменты, лайк, дизлайк, как обычно. А мы пойдем дальше. Наноформула, протравителей, наноформа, нанопрепаративная форма – это самая совершенная форма в защите, в современной защите ваших семян. Если кто-то хочет поспорить, то welcome в комментарии. Не хочешь писать комментарии? Welcome в любое региональное представительство Щелкова Грахим. Контакты оставлю внизу, подискутируй. В одном из весенних видео, где я отвечал на необоснованную критику наших западных недружественных коллег, я уже говорил про то, что, слушайте, ребята, давайте платить, считать точнее, не количество ДВ в препарате, а количество ДВ, которое эффективно работает. Я предлагал вам, конкретно тебе, запомнить одну такую фразу. Я готов платить свои деньги только за то действующее вещество, которое в препарате работает. Так вот, знаете, что самое интересное? Одно из моментов, помимо несовершенства препаративной формы, где мы теряем действующее вещество? Это транспортировка, хранение и сам сев. Что ты бредишь, Илья? Да нет, не бред. Розовое облачко, видели? Вот когда травим, когда сеять начинаем, идет посевной комплекс, а за ним такое розовое облачко. Это ваши деньги, которые улетают на веще. Знаете почему? Потому что у вас несовершенная препаративная форма. А где брать совершенную препаративную форму, вы уже знаете, а мы пойдем дальше. В Щелково есть инсектицидные, фунгицидные протравители на любую ситуацию, на любую климатическую зону, где возделывается пшеница. То есть, понятное дело, пока в Антарктиде мы еще не защищаем, хотя, может быть, Салис добавит что-то и выдумает. Но это была шутка. Здесь кто оценил, палец вверх. Но по-хорошему, если ты хочешь реализовать технологический потенциал действующего вещества, потому что зачастую есть, я так называю, простые, хорошо известные действующие вещества, есть те, которые на рынке совсем недавно. Если мы хотим... Опять конкуренты в провиске отключили, аж свет. Если мы хотим... Но я все равно продолжу снять, потому что у нас это исламит. Значит, если мы хотим полностью реализовать потенциал защиты и этих действующих веществ, то мы должны присмотреться и к препаративной форме, потому что именно препаративная форма может раскрыть потенциал действующего вещества на все 100%. В общем и целом, если подводить к концу, вот эту вот большую часть, так сказать, вводную часть про протравители, про наши протравители щелковых агрохим, давай проще скажу. Если ты возьмешь наш протравитель, то ты можешь быть уверен в защите и семени, и всходов. И именно на всем периоде, когда требуется защита, как от болезней, так и от вредителей, чем защищать и зачем нам столько протравителей, потому что мы как раз-то и выбираем на каждый случай свой протравитель. Сегодня я хочу рассказать про те, которые интересны мне здесь, в Центральном Черноземье, которые больше всего как раз я и реализую, и которые показывают здесь наибольшую эффективность, потому что эти проблемы, хотя они свойственны всей нашей стране, но у нас здесь они почему-то прям процветают. Итак, с чего же я начну? С инсектицидного, с фунгицидного или инсектофунгицидного протравителя? Давай, пока пишешь свое мнение, с чего начну? А я начну с инсектицита, потому что здесь, здесь просто, как скажет молодежь, пушка, а точнее бомбарда. Итак, бомбарда. Инновационный, я бы сказал, единственный на рынке инсектицидный протравитель, в котором три компонента. А какие это компоненты? Хорошо знакомые нам. Тиамитокса, эмиды, кваприд и фипронил. Я сейчас любители пчел и наших пчеловодов попрошу не беспокоиться. Ну, во-первых, пчел уже в этот момент, в момент сева не летают, а во-вторых, фипронил. Это то, что защитит вас от всего набора того, что может ползать по полю и есть семена или молодые всходы. Поэтому бомбарда, это правда, пушка. На самом деле, это действительно древнее такое орудие бомбарда. И вот этой мощной пушкой вы любого вредителя со своего поля просто прогоните. То есть, обычно, что мы выбираем? Мы выбираем либо мимидоклоприд, либо тимитоксам, либо ацетомеприд. А здесь, здесь вам не надо выбирать. Здесь вы берете все три в одном и защита у вас становится просто. Там ничего жужжать не будет. Это я вам гарантирую. А вот сейчас будет рассказ о моем любимчике, который я продаю больше всего. Это Polaris. Это уникальный фунгицидный протравитель. Стоит ли говорить, что это микроэмульсия. Я думаю, вводной части хватило для того, чтобы вы поняли, что у нас фунгицидный микроэмульсин. Чем интересен? Всем хорошо известный темаконазол, эмузолил и прохлораз. А вот прохлораз нужен нам зачем? Я же объясняю. У меня, кстати, очень много моих партнеров, клиентов в моем представительстве, у которых есть система наутел. Каждый год из-за большого количества поживенных остатков, которых есть, там присутствует, ну, помимо того, что там очень высокий инфекционный фон, там снежная плесень. Знаете, что самое интересное? Если бы я был бы нерадимым продавцом, таким вот протравителем, который не содержит прохлораз, то звонит мне, вот, допустим, фермер, да, повесняет, Илюха, у меня снежная плесень. Я прям смотрю, солнышко пригрело, дня через три приеду, говорю я ему. За три дня ультрафиолет убивает снежную плесень, точнее, видимые ее признаки. Она переходит в почву, остается там, но ее не видно. И я такой приезжаю, на голубом глазу говорю, где? Нигде ее уже не отличишь, только в почвенном анализе. Но, если я использую поларис, то таких звонков висновья не возникает, потому что я точно знаю, что снежная плесень на тех полях, на которых есть поларис, ее там нет. Тут даже небольшой слоган, да, поларис есть, снежной плесени нет. Нет, как и других заболеваний, это один из самых топовых, кстати, достаточно демократичных по цене, протравителей, которые ты можешь взять уже сейчас, позвонив куда, правильно, контакты внизу, ближайшее региональное представительство, щелкла Аграхим. Но сейчас будет то, что я говорю, наш новый новичок. Ну как? Нет, не новичок, не надо бояться, нет. Название у нас другое, хотя надо подумать с наимингом. Ну ладно, шутки-шутки, мечты-мечтами. Настя, смотри, протравитель появился 3-4 года назад. Мы взяли поларис и добавили туда квадро. Почему квадро? Потому что 4 компонента. Это инсектофунгицид. Я его для себя называю поларис для ленивых. Это когда тебе не хочется мешать с инсектицидным, думать о баковых смесях. Вот я хочу препарат под ключ. Вот поларис квадро, это препарат под ключ, который решит тебе все вопросы, которые есть на поле. Давай поподробнее поговорим. Если разбирать все 4 действующих вещества в том виде инсектицидного компонента, мы выбрали ацетамиприт. Это, на наш взгляд, один из самых эффективных неокотиноидов, которые есть и которые дают пролонгированную защиту, что и нужно в качестве азимового сева. Хотя, если что, мы зарегистрированы на яровой сев, куда хочешь, везде под ключ решение будет. Перейдем к фунгицидным компонентам. Ну, хорошо, знакомый тебе типа конозол, спойлер уже был, прохлораз, и куда есть мы говорим про инновации без стробинурина. Перакластрабин. Громовки видишь здесь. Сейчас специалисты, прям супер-мега-фитопатологи, ой, блин, не дай бог накликать, сейчас набегут. Ну, да ладно. Напишут, у вас тут граммов не хватает. Не хватает по сравнению с чем. А если мне кто-то покажет исследование, что вот нужно конкретное количество этого действующего вещества, на тонну семян, на гектар для эффективной работы, я пойму. Только, знаете, одно но. Вы же найдете такие исследования. В какой препаративной форме? Потому что либо в форме водного раствора, концентрата суспензии, микроэмульсий, коллоидных форм, там везде мы говорим про эффективность действующих веществ. Если кто-то не помнит, а я в середине ролика говорил, может быть, и промотал как раз по эпизодам, я говорил, что любой сельхозтоваропроизводитель, особенно в современных условиях экономии, должен платить только за то ДВ, только за то ДВ, которое работает эффективно и работает конкретно в поле, решая какой-то вопрос. Платить за бренд, платить за то, что кто-то, какой-то специалист сказал, что здесь надо 36 грамм, а у вас 15, так если наши препаративные формы пятнашка работают, может, проблему в твоих препаратах, что они даже тридцаткой не вывозят, что я прям заводиться начинаю. В общем, Polaris Quattro, по мне, это говорю, препарат под ключ. Мне он очень нравится. А вообще список можно продолжать достаточно долго. Но я экономлю и твое время, и твои деньги. Вот смотри, Bombard, Polaris Quattro, Reposit Supreme, это как раз классная штука на соль, гераклеон, это вообще топчик по корневым гнилям, на той же самой сои, хотя и на зерновых он работает просто шикарно, один холдинг, который в топ-5 по России входит, не даст соврать. Protego Max, ну, название говорит само за себя, это действительно топовый фунгицидный протравитель, который есть у щелкового акрахима, но у меня одни и те же буклетики, я уже начинаю повторяться. Что еще есть? Есть бенефис Supreme, это доработанный наш бенефис. Поменяли одно ДВ, одного из того же класса просто взяли, но по-хорошему поменяли просто металлоксил на мифоноксан, и получили еще более эффективную защиту твоего именно поля. И, кстати, видишь, микроэвоз, про что я говорил, гераклеон, я уже вам сказал. Что у нас еще есть? Есть и Midor Pro, есть Harit, я это к чему? Я могу очень долго, рассказывать, потому что протравитель у нас на любой случай, но проще тебе, после того, как ты поставишь лайк под этим видео, сделать, знаешь что? Позвони в ближайшее представительство, щелковый акрахим, и пока идет еще озимый сев, точнее, только начинает сказать, ребята, защитите мое поле, и мы защитим ваши семена, и ваши поля, ваши всходы, ваш будущий урожай, и ваша будущая прибыль. С вами были агроменеджеры, меня зовут Илья, компания Щелковый акрахим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok